Полное погружение в казахскую культуру прошли школьники Восточного Казахстана. Детей в возрасте от 12 до 14 лет отправили на 20 дней пожить в отдаленные аулы. Там ребята должны были не только выучить государственный язык, но и научиться играть на дамбре или готовить национальные блюда. Что получилось из этого эксперимента, расскажет моя коллега Ирина Икунина. Школьников с волнением встречают родители. Их детей не было дома 20 дней. Многие из ребят так далеко и надолго уезжали впервые. Все это время они жили в отдаленных селах Катон-Карагая. Впечатления очень хорошие. Ребенок чувствовал себя спокойно, как в своей родной семье. Очень положительные эмоции. С гордостью Людмила Молостова показывает, как ее дочь Нелли общается со старенькой Апашкой на казахском языке и помогает готовить национальные блюда. И даже научилась играть на дамбре. Хотя до этого никогда даже в руки не брала этот инструмент. Для нас это было большим удивлением. Прям играет, кью их полностью. Очень замечательно. Сын Юлии Борисовой в группе школьников был самым маленьким. Рассказывает, что порой отсутствие интернета заставляло их волноваться. Но после первого же разговора с сыном все тревоги прошли. У детей к родителям получаются отношения. Они называли их мама-папа. По-казахски они называли маму-папу. Но это какое может быть у ребенка отношение к семье, которая их приняла. Значит, это такое гостеприимство, как своих детей приняли. Поэтому у меня эмоции переполняют. Эмоции переполняли и самих ребят. Они рассказали, что побывали на древних курганах знаменитой долины царей в Берели. Узнали много об истории родного края. И самое главное, с первых дней, общаясь дома и на улице, они погружались в языковую среду и изучали разговорный казахский язык. Мне очень понравилось. Никто не хотел оттуда уезжать. Мы посещали разные экскурсии, познавали казахскую культуру и вообще казахские традиции. В каком вот семья, где вы жили? Это семья прекрасная, большая семья в мире. Самая лучшая семья в мире. В управлении образования рассказали, что проект «Гостевая семья» объединил лучшие международные практики. Ребята серьезно подтянули знания языка. Да и жители сел с радостью пошли навстречу этой идее и приняли городских ребят. Теперь 127 региона навсегда связала крепкая дружба. Я думаю, что та цель, которую мы поставили, она достигнута абсолютно. И та реакция, которую я услышала первую. Пожалуйста, продлите еще на 10 дней и, пожалуйста, продлите еще возраст. Потому что, видимо, кому-то уже 14 лет. Этот опыт мы готовы масштабировать. Мы готовы не только в этой области, но и делиться своими коллегами. Именно о таких интересных подходах и положительной атмосфере по изучению государственного языка и говорил о национальном курултае в Туркестане президент страны Касымжумар Токаев. Казахский язык – символ нашей гражданской идентичности и нашего духовного единства. Помимо повседневного средства общения, мы должны превратить его в язык науки и образования. Об этом уже не раз говорилось. К решению этой важнейшей задачи следует подходить взвешенно и прагматично, без какой-либо шумихи и популизма. Это задача всего общества. Казахский язык будет поступательно развиваться, выступая главным фактором консолидации всего нашего народа. В этом не должно быть никаких сомнений. Проект «Гостевая семья» пока опробован только в одном регионе. Но, как отметили местные чиновники, они готовы поделиться своим опытом и с другими областями. К тому же, на идею есть спрос. Поэтому не исключено, что школьники Восточного Казахстана поедут в отдаленные села и на зимних каникулах. Ирина Якунина, Рина Джамагулов, «Астана Таймс», Восточный Казахстан.